так ну что шестая часть в данном случае нам надо обезжирить почистить и обезжирить все поверхности прилегания то есть там где прилегает сальники там где прилегают подшипники в общем подшипники и также поддон и сам низ цилиндра тоже надо обезжирить то есть протереть все для этого мы берем с вами салфетку и берем я использую изопропанол он быстро сохнет а вы используете обычный спирт или что-нибудь такое быстро сохнущее вот вам важно протереть вот эти все поверхности убрать отсюда всю грязь возможно поскольку вас там новый будет поршень желательно все протереть чтобы быть четко уверенным в том что вас там грязи нет внутри все протираем как следует протерли буду ли все с отверстий у вас было все четко также отверстия где у нас болты будут располагаться обезжириваю все обезжирили все отлично пока это высыхает значит обезжириваем поддон чем лучше вы обезжирите тем лучше будет там не должно быть никаких ни песчинок ничего никакой вот такой вот ерунды потому что дальнейшем при работе да будут урабатываться все это может сказаться этому желательно все как следует прочистить что там не было никакой грязи все прочистили значит то же самое сделали с сальниками то есть и с подшипниками и сальник все точно так все точно так же обезжирили все все подшипники у нас обезжирена сальники обезжирена вот дальше будем вставлять поршень но предварительно нам надо вот эту поверхность уже обезжиренную да то есть именно сам поддон не здесь здесь ну не надо ну можно чуть-чуть я вам покажу в каких местах вообще нам надо герметиком пройтись на поддоне но предварительно по поддону предварительно надо посмотреть прилегание то есть насколько хорошо поддон прилегает и насколько вот это все не болтается да то есть это важно поскольку ну не дай бог если у вас прилегание плохое то у вас там будет зазор а зазор нам нам дает то есть нет компрессия не будет компрессия нужно да и как бы вся работа пойдет на смарку вставляем все внутрь вот у нас все идет вовнутрь это все вставляем как будто оно вот так и было быть должно да грубо говоря вот как оно должно быть все вставляем вот ставим сюда поддон прижимая одну сторону проверяем вот и прижимая вторую сторону проверяем вот люфтить не должно или минимальный люфт может быть допустим если же люфт сильный бывает когда люфт сильный то в данном случае либо притираете еще раз вот ну просто если посмотреть вот данном случае да вот вот у нас вот здесь вот выработочка где у нас сальник стоял вот здесь у нас выработочки нет сильно а здесь она есть поэтому желательно еще дальше протирать им притирать вот это место буду сейчас притирать также как показывал с помощью наждачки так ну в данном случае я продиктовал продефектовал и понял что все таки замена поджимники здесь неизбежно потому что люфт слишком большой ну для кого то может быть это и ничего но я считаю что надо сделать как следует потому что я видел что люфтик был все таки небольшой хоть и небольшой но был я обычно это меня я люблю что все было четко и чтобы клиент больше никогда ко мне не пришел с вопросом а что что сделал там через год например я хочу чтобы это еще пила прослужила лет пять хотя бы минимум все зависит от него же опять же тоже вот показываю как делаю это я все делают по разному я значит беру фен обычный фен строительный вот и одеваю там перчатки того чтобы не поджечь себе пожечь руки вот покажу вам как это все делается и вот крутим подшильник просто вращаем подшильник тогда у нас равномерно прогреется шейка то есть сейчас у нас верх получается передает к середине тепло желательно конечно это делать без поршня но я уже так делал тиски заживаем деревяшку две деревяшки таким образом потихонечку нагреваем подшильник главное что вы сами чувствуете насколько он горячий рукой насколько он хорошо нагреется он хорошо слезет на холодную не советую никому это делать это неправильно всегда на горячую все делается и снимается и ставится тоже на горячую вот теперь ставим так берем ключ поджимаем вот у нас подшипник с вами сходит здесь все протираем и пока у нас еще здесь теплая более-менее протираем и пока у нас теплая греем другой подшипник чем лучше вы нагреете подшипник тем лучше он зайдет вовнутрь все будет нормально можно проверить вот он должен зайти немножко его тут можно прогреть так же после того как вы прогрели делаем следующее смазываем масло обычным двухстартом внутри где у нас шарик и потом дуем не сильно дуем и таким образом мы закаляем сталь и это очень хорошо дополнительно и смазываем как следует шарик ну как бы я делаю так и считаю это правильно как же делать как то у нас плотно все сидит в посадочном месте и теперь меняем уже наш второй подшипник поменяем его замена точно такая же точно так же дуем на подшипник горячим воздухом нагреваем его и только после этого снимаем просто когда вы крутите у вас распределяется тепло по всему подшипнику как следует и как бы ну правильно получается получается коленвал прогревается равномерно именно ось коленвала и сам подшипник как бы хорошо прогревается вот если кто не знал то это важно почему это важно потому что ну что важно у нас здесь должно быть минимальное сопротивление при снятии подшипника для этого его надо нагревать обезжиривать не обязательно ну все и нагреваем следующую подшипник то есть желательно пока коленвал теплый нагревать следующую подшипник чтобы все это хорошо село ну а потом остужаете и масло подливает здесь не перегревать главное тоже все таки металл если чуть-чуть не идет от трубки еще раз прогревается пока он не пойдет от руки ну желательно чтоб она другие шоу потом все точно так же масло и остудили еще раз смазали остудили еще раз смазали подшипник потому что когда мы дуем у нас масло выходит из подшипника вот собственно говоря все так же когда у нас масло выходит так же у нас здесь внутри подшипник тоже есть на коленвалу нижняя головка шатуна тоже смазывается заодно все вот так меняется подшипники сейчас будем собирать дальше так ну вот как получилось притерли поддон сделали и прижимаем просто руками прижимаем и вот люфтов не должно быть вот с этой стороны вообще очень хорошо ну и с этой хорошо значит если вы не уверены в том что там все хорошо можете взять любые два вот такие болта из там не знаю например с крышки стартера два болта закрутить их сюда то есть там где вы сомневаетесь к примеру вот прикрутить их не сильно а так наживляя скажем так наживить просто да вот прикрутить их почему потому что длинные сюда не пойдут они через картер идут вот так вот их немножко закручиваем закручиваем и проверяем в данном случае вообще ребята лифта нет опять же очень важно притирать кто бы что не говорил можно там бить по бокам но есть вещи когда например бушная поршневая ну я считаю что лучше притереть чем бить потому что если бушная опять же если же новая там можно и побить по краям по углам можно но опять же есть но и не на всех поршневых это можно делать и не на каждый скажем так да и вот именно те удары которые наносить надо деформировать правильно уметь то есть вот это место и на поддоне это надо уметь деформировать не каждый умеет поэтому сразу же говорю вот притирание это хорошо и всегда спасает значит единственное не притирать до такой степени когда вот этих канавок вообще нет то есть канавки должны быть они для чего нужны для того чтобы там герметик был чтобы все было у нас четко вот будем сейчас наносить герметик значит герметик наносим вот здесь на поддон больше никуда не надо значит показываю как правильно наносить все наносят как угодно а вот правильно мало кто наносит вот таким образом потихонечку не спеша стараемся тоненький слой сюда делать вот 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 так должно быть то есть немножко с выступом на сальнике чуть-чуть буквально для чего для того чтобы там было все герметично то же самое и здесь так с тоненькой желательно даже лучше получается вот вот так вот вот так это получается значит и стандартно ждем значит при комнатной температуре 15 минут значит если же у вас помещение холодно или ну например помещение там ближе к десяти градусов или меньше десяти градусов то желательно отнести до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор